Ваткарский местный житель обзавелся легендарным американским автомобилем. Конструктору удалось собрать Дюзенберг. На точно таком же разъезжал гангстер Аль Капоне. Как признается автомастер, найти запчасти ему не удалось, поэтому детали пришлось вытачивать самому. Вячеслав Ермаков – человек с большой буквы. Берется такая модель, вот она 1,24. И она увеличивается в 24 раза. Вот можно сравнить, что было, что стало. Но вы фанат Аль Капоне? Нет, нет, я просто в процессе изготовления узнал, что на такой машине ездил Аль Капоне. Это никак не повлияло на мой выбор. Я выбирал по принципу красивая, элегантная машина, редкая. Когда не хватало места в багажнике, откладывалось вот такая площадка, на нее ставился чемодан. Хотелось сделать кабриолет красивый, но красивый только выпускался в 30-40-й годе. Красивый я считаю, машины были очень красивые. Это был праздник искусства. Я нашел в интернете, как я посчитал, самый красивый автомобиль. Вот Мерседес, я его год 4 назад начал, и сделал университет. Когда я закончил, захотелось что-то сделать более брутальное. Я выбрал любимую машину Аль Капоне, на которой ездил Аль Капоне. Более солидный вариант. И сделал такую машину. Потом какой-то период был, ездил на таких машинах. А потом захотелось отреставрировать ЗИМ. Мечта была такая. Вот я купил Кусов ржавый. Вот он, ЗИМ. Это наш, 1956 года, наш первый представительский автомобиль. Он был и скорой помощи, и такси, и представительский. Вот я его установил. Но восстанавливаю я не музейные экспонаты, а делаю репликант, так называемые. То есть аутентичный внешний вид. И ходовая, двигатель, кондиционер уже современный вставляю в машину. Во всем сложности. Выскочить от кузова, это надо громадное терпение, массу времени затратить на это. В грязи, в шуме, все это делается руками, все это. Миллионы ударов, чтобы выстречить кузов. Выправить все это, подогнать, сварить, собрать. Ну, он сложится. Ну, в плане комфорта, конечно, заводского выпуска машина, она удобнее. Все это более, там много функций. Потому что я собираю, я упрощаю, мне некоторые функции не подключаю. Электроники меньше, конечно, здесь. Основной базой только отопление, вентиляция, кондиционирование. Эти оставлю. Но АБС, вот я, например, не подключал, хотя можно подключить. То есть много таких фишек, которые в современных машинах есть, здесь я это не использую. Это не нужно. У этой машины колоссы диаметром 84 сантиметра. И они высокопрофильные. Такую резину промышленность не выпускает наша. Да никакая промышленность не выпускает. Ну, шерпотреба нет такого. Это только специально делается для ретроавтомобилей. Но я нашел только в Америке. Потому что размер очень большой диаметр и высокопрофильная резина. Пришлось оттуда выписывать. Долго везли? Да нет, за месяц привезли. Ну, Волга 130 лошадиных сил, но это мало для такой машины. Волга 4-цилиндровая, здесь 8-цилиндровая. Крутящий момент намного больше. Надежность лучше. Коробка автомат. И я беру контрактные двигатели, бушные, которые привозят в Саратове, ребят, заказывают. Они занимаются этим делом. Их на газели ставят, такие двигатели. То есть они уже выбирают лишнее все. Адаптируют к нашим евро. Там евро 4, кажется, они делают. Перепрограммируют, перепрошивают мозги ему. Ну, и все у них покупаешь готовое. И ставишь. Это не так дорого получается. А эта машина вообще от заправки до заправки, или все-таки она не такая прожорливая? Ну, литров 18 она ест на 100 километров. А пак большой? 85 литров. Пак с модельми из горжави. Просто хочется сохранить для людей то, что было красивое. Раньше что выпускалось? И машины, и приемники, и лампы. Часы старые механические. Я же собираю. Потому что это уходит, все выбрасывается. И здесь даже не понимают, что такое кассетный монетрофон, как что раньше было. Они очень удивляются, когда видят эти вещи. Хочу сохранить для потомков. Пусть будет.